Всем привет, с вами Алекс Канабир. Работаем с картами и смотрим землетрясения за последние сутки. Всего магнитуды 2 и выше произошло 199 землетрясений, уровень дальненький высокий. И я хочу сказать, что вот этот рост, который начался, он еще и продолжится, потому что завтра ожидается геомагнитная боль в красной зоне. А с чем это связано? С тем, что на Солнце сейчас 6 активных зон, вы представляете? Только на стороне, которая смотрит на нашу планету. Ну и там происходят вспышки. То есть вчера было опять как минимум 2 вспышки уровня С. То есть опасность крупной вспышки сохраняется очень в великой. Опасность семерки как минимум, 7 плюс землетрясения на нашей планете. Буквально, я думаю, часы остались. То есть они уже вышли все сроки. И в ближайшие дни возможно землетрясение такого уровня. Так, ну давайте смотреть. В Северной Атлантике ничего нет. Вот здесь у Канар 3.1 на глубине 40 километров, плюс двоечка с другой стороны. Интересно, что Гибралтар молчит. К чему это вообще на всей территории практически, но только вот Канарские острова. В Сербии двоечка, редко там бывает. Греция 3.0 на глубине 12 километров. Остров Томитана. Традиционный остров Крит 3.1 на глубине 9 километров. И давайте смотреть, что здесь происходит. Опять это получается на запад от Измира. Вот здесь такая вот серия 4.3 на глубине 12 километров. В общем-то это вблизи побережья, пишут здесь Турция, Греция. То есть прям на границе получается. Так что видно, что здесь как минимум десятка-два толчков произошло. Вот все довольно-таки плотно. Около от острова. Здесь интересный остров, смотрите. У него такая бухта прикольная. И с этой стороны тоже что-то подобие какое-то. Ладно, давайте дальше смотреть. Пробовали с островом. И хватит. Вот смотрите, опять этот вулкан не успокоится никак. 3.0 на глубине 8 километров. Вот этот 0.104-0.5 вулкан на границе Грузии и Армении. Тоже интересные там события происходят. Но вообще на Кавказе видно, что не особо спокойно-то сейчас. 4.5 на глубине 25 километров в Пакистане. Ну, это как автошок. Можно рассматривать тишина в Индии. Вот в Таиланде здесь 3.7 на глубине 2 километра произошло. Так, что у нас в Китае ничего нет. Средняя Азия тоже почему-то молчит прям полностью. И смотрите, какая картина в Сибири. Южная Сибирь на границе с Монголией. Прямо вдоль границы. Начиная с Алтая. Вот двоечка в Алтае. Потом 4.4 вот здесь вот на границе Монголии-Алтая. Глубина 10 километров. Смотрите, Хубсугул вызвал сразу 3 землетрясения. 3.6, 3.0 и 4.1. Все предположительно на глубине 10 километров. 4.2, но здесь на глубине 10 километров. Это уже на границе с Бурятией. И вот здесь на севере Бурятии. Здесь 3.8 и 3.3. Так что вот так вот. Так, Адриановские острова 4.3, глубина 2.5 километра. Тишина на Камчатке и Курильских островах. И относительно тихо. У Японии здесь 3.9 на глубине 50 километров. И все на этом. То есть и Тайвань молчит. Смотрите, какие большие зоны молчания. 3.8 на Филиппинах. Глубина 105 километров. Тоже Филиппины какие-то тихие. И здесь продолжается на Суловесии, как это говорится, Свистопляска. Свистопляска Суловесии. Так, что здесь основное? Давайте смотреть. Нет. Здесь основное должно быть где-то пятерка зарыто. Так думаю. Да, 5.2. 5.2 на глубине 11 километров. Плюс здесь еще. Так, ну что-то он как-то плохо показывает. Те землетрясения, которые реально отражают картину. 3.8. Тут еще четверки, тройки и двойки. В общем-то все диапазоны. Все в кучу. Суловесии на севере 3.8, 58 километров. Так. На западе Папуа. Здесь 3.6 на глубине 19 километров. Затем здесь у Восточного Тимора от 4.3 на глубине 34 километра. На острове Флорес 3.4, 157 километров. И вот здесь, недалеко от Зонского пролива, Худубелый вулкан 3.3 на глубине 10 километров. Знакомый товарищ Худубелый. Так, здесь вулкан Малентанг 4.0 на глубине 10 километров. И вот здесь на севере Суматры 4.4 на глубине 10 километров. Вулкан Пьоет-Сагве. Пьоет-Сагве. Сложное название. Посмотрим, к чему там все это приведет ситуация в Индонезии. Так. Ну и вот у нас Восточная Папуа. Здесь отметилась шестерочкой. Так, 6.0 на глубине 8.74 километра. Вулкан Балуан. И там же у нас произошла 4.8 на глубине 10 километров. У этого же вулкана Балуан. Так, вот видите, уже одна шестерка есть. Затем здесь Мануату вулкан Гауа. 5.5 на глубине 35 километров. Но тоже так неплохо сыграло, да? Две четверки вот здесь у Фиджи. 5.67, 5.39 километров. Глубина 5.24. Уже ближе к Кермандеку. Затем на Кермандеке 4.5, 608. Смотрите, какие сверхглубокие. Опять получается здесь супервулкан рядом. Произошло 3.0 на глубине 150 километров. И по северу здесь 3.2, 3.3. 3.0. Ну, неглубокие землетрясения. Так. Ну что, давайте перелетать теперь в Америке. Там тоже есть интересное. Так. На Аляске здесь 3.1, 7.4 километра. 3.3, 36 километров. 3.5, 34 километра. На Гавайях, смотрите, тоже активация. Практически во всех зонах идет активация. Обратили внимание? На Аляске здесь 3.4, глубина 25 километров. И 3.2, глубина 36 километров. Так. Смотрим теперь Америку. В Америке здесь Калифорния. Здесь 3.1, на глубине 1,66. Это Солтан-Батс. Это известный вулкан тоже. Так. Теперь давайте смотреть Мексику. Чем она здесь живет. Мексика живет троечками вокруг Калемы на глубине 6 километров. В глубине здесь 3.5, 13 километров. Здесь Парикутин. Затем в районе Акапулька здесь 4 троечки. Происходит на юге на границе с Гватемалой 4.084 километра и 4.5, 13 километров. Четверка у Сальвадора. Глубина 12 километров. 5.3 у Никарагуа. Глубина 35 километров. Коста-Рика здесь полна троек и шестерок около вулкана. И Расу. Ну вот давайте смотреть основные события в Панаме. Как расположились. Смотрите, чуть-чуть не хватило до Семенки. Чуть-чуть совсем. 6.7, глубина 10 километров. И тут же 4.7, глубина 10 километров. 4.0, 19. Вулкан Бару. 4.7, 10 километров. И 3.8, 16 километров. Также еще вот здесь на восток 4.0, 1 километр. Здесь вулкан Ла-Эгуадо. Ну так хорошо сыграло-то здесь. И очень плотно. Обратите внимание. Прям такая вулканическая характеристика. Затем 3.4 в районе Пуэрто-Рико, глубина 29 километров. 3.0, здесь 6.3, 2.12. В общем, тут все плотно. Из стороны Доминиканы. 3.8 на глубине всего 6 километров. Так, Букомаранга опять играет. 141 километр. На границе Эквадора и Перу. 5.3 на глубине 60 километров. Вот здесь традиционный расклад в северном Чиле. Тройки здесь 200 километров. Здесь 100 километровые. Довольно-таки много. И редкие вот здесь троечки. Стороны Аргентины в центральной части. Здесь 3.8 каким было 34 километра. И 3.2 на глубине 15 километров. Так, ну что, давайте подводить тогда итоги. Активность прям серьезно выросла. Вот, значит, смотрим вот здесь Турции. Южная Сибирь с Монголией. Прям вот серьезное впечатление произвели. Потом Суловеси, Папуа. Вот здесь вот все, что связано с Фиджи, очень мощно. Латинская Америка. Ну, Панама, конечно, прежде всего Панама. Ну, и вся Латинская Америка здесь довольно-таки мощная. Вот здесь в районе Эквадора. Ну, кстати, Калифорнию тоже можно отнести. Да и Чили тоже высока активность. Ну, что, на этом все. С вами был Алис Канабир. Глабжа, отличного поражения.